Доброе утро, уважаемые трейдеры! Доброе утро, уважаемые трейдеры! Доброе утро, уважаемые трейдеры! До этого завтра у нас, безусловно, будет крайне интересный день, поскольку мы будем анализировать протоколы последнего заседания комитета по открытым операциям на финансовых рынках. И в этом, собственно, протоколе снова будут искаться ответы на то, изменилось ли что-то в позиции представителей ФРС касательно следующего шага, либо готовности, приверженности политике более высоких процентных ставок, более высоких ставок федерального фондирования. Если окажется, что нет и большинство представителей по-прежнему радеют за идею целесообразности указанных изменений, тогда, друзья, мы с вами лишь еще раз убедимся в том, что у доллара есть достаточно оснований для роста. На текущий момент мы наблюдаем пару доллар-японскую иену на тех же самых значениях, что неделю назад и две недели назад. Я делал акцент на то, что уже все устали от, скажем, какого-то стопора, в котором пребывают сейчас оба этих инструмента друг против друга. Есть движение на несколько десятков пунктов вверх, потом такой же откат, и все равно вот эта медианная линия удерживается. Это лишь еще одно доказательство того, что рынок сейчас накапливает очень большой объем, накапливает силу, и эта сила, как спусковой крючок после срабатывания, она будет реализована в потенциал какого-то движения. Либо вверх, либо вниз. Я думаю, что единственная причина, по которой доллар сейчас может обвалиться, это очередной уход трейдеров в защиту по факту новостей эскалации напряженности в отношениях США и Северной Кореи. Это, конечно же, весьма вероятный сценарий, учитывая то, что эта тема не покидает финансовые рынки буквально с начала 2017 года. Стоит нам только собраться, опять же, с покупками американца, как очередное обвинение, взаимные угрозы, провокации, о которых мы все знаем, зачастую они происходят в выходные, сдерживают, опять же, интересы к доллару и заставляют трейдеров так поглядывать в сторону защитных инструментов. Если в ближайшее время мы получим все-таки больше оснований для реализации вот этого потенциала, но через рост, то есть без ухода трейдеров в защиту, конечно же, мы будем отыгрывать и реализацию налоговой реформы, и скорое повышение процентной ставки. Ну, об этом, как и всегда, мы поговорим отдельно. Давайте сперва несколько слов сегодня, чтобы попробовать уложиться в более, скажем, короткий период и интервал нашего тайминга. По нефти новостная картина, если вы следите за этим инструментом, а я знаю то, что очень много наших трейдеров торгует этим активом, то здесь тоже режим ожиданий, несмотря даже на серьезные волатильности, режим ожиданий и паузы, которая сейчас была взята перед поддержкой 55 долларов за баррель по бренду. Вчера, собственно, лоу 55.05, нам не хватило каких-то пяти центов, чтобы завалить этот уровень, и я уверен то, что по мере его пробоя, конечно же, медведи, которые отстаивались до этого в сторонке, поддержали бы тех своих напарников и однополчан, которые ранее, собственно, начали продавать этот инструмент. Но все-таки уровень 55 пока что не пал, котировки откатились, и сейчас мы снова наблюдаем непосредственно от отметки рядом с уровнем 56.05.05.85, но, может быть, ситуация изменилась за последние дни. Торговая сессия пятниц – это консолидация после того провала, который мы наблюдали в конце прошлой недели. Торговая сессия понедельника – это очередное противостояние быков и медведей. Медведи, конечно же, стараются, чтобы поддержка превратилась в сопротивление 55, но, в то же время, и быки находят возможности, локальные поводы для покупок. В данном случае этим локальным поводом стали последние комментарии генерального секретаря ОПЕК Баркинда, который весьма оптимистично отозвался о текущей реализации соглашения по снижению добычи, отметив то, что эти усилия приносят свои плоды. И то, что текущие цены – это как раз следствие о совместных действиях по ограничению глобального предложения. Но для того, чтобы это соглашение работало с еще большей отдачей, для того, чтобы оно было более эффективно, для того, чтобы котировки получили большую поддержку, необходимы, разумеется, дополнительные меры. В частности, Баркинда сделает легкий намек на то, что эти меры могут даже стать экстраординарными. При этом никакой конкретики не последовало. Но участники рынка, особенно по этому, собственно, сектору, сектору нефтянки, могут легко додумать. Вариантов несколько. Это самое простое продление сроков соглашения. Второй вариант – это, собственно, ограничение расширения лимитов квот по снижению производства нефти. Ну и третий вариант, его тоже нужно иметь в виду, это расширение списка участников этого соглашения ОПЕК+. А в качестве наиболее вероятных кандидатов – это Ливия и Нигерия. Ну, может быть, кто-то еще принкнет к соглашению. Но если это будут не Ливия и Нигерия, особого вклада они, конечно же, в сделку не внесут. С Ливией и Нигерия картина решена и ясна. Они готовы поддержать прочих представителей ОПЕК, готовы, собственно, снижать добычу. Но у них есть свои внутренние ориентиры по добыче. И мы помним, на достижение этих ориентиров по производству нефти потребуется, я думаю, что не меньше полгода точно. Поэтому сейчас рассчитывать на то, что список участников данными кандидатами будет расширен, пока что не стоит. Продлить соглашение могут. В марте оно истекает, 2018 года. Может быть, еще до середины или до конца 2018 года. Расширение квот – это уже под большим вопросом. Я думаю, что на это мало кто согласится. В целом, друзья, события – это еще не скоро. Ноябрь, то есть у нас больше с вами пяти недель, перед тем, как страны снова соберутся. Каких-то внеочередных сейчас в встречах речи не идет, потому что, в частности, сам Баркинг отметил то, что эти вопросы не обсуждались ранее. Без конкретики по поводу того, что еще может быть сделано для поддержания интересов нефтянки, без конкретики рост цен на нефть будет ограничен. Поэтому не забывайте про то, что есть вот это мощное фундаментальное сдерживающее обстоятельство, и этим обстоятельством является отличие, отсутствие какого-либо позитива, серьезного для рынка нефти. Все, что можно было отыграть, конечно же, уже отыграли. На этой неделе, друзья, как вы помните, у нас традиционно начало каждого месяца. Это доклады ОПЕК, доклады Международного энергетического агентства и прогнозы администрации энергетической информации. В частности, завтра у нас ОПЕК с объемами и цифрами по производству. В четверг у нас будет Международное энергетическое агентство. Они будут задавать локальный тренд для движения. Я буду держать вас в курсе, следим за этими событиями. Ну, а пока что ставим, как и раньше, на продажу нефтянки. Рубль 58.26 была у нас крокосрочная идея добраться до отметки 58.50. Я думал, что рубль сможет закрепиться и повыше. Ну, мы коснулись 58.50, но после последовал небольшой откат 58.26 сейчас. То, что есть еще вот эта планка 55, она держится, селяет определенные оптимизмы и тем, кто находится в длинных позициях по рублю, а не по валютным конкурентам российского инструмента. Но им тоже придется принять решение. Оно должно быть связано с неизбежностью вот этого ослабления рубля, которое, на мой взгляд, уже совершенно очевидно. Нужно быть реалистом в отношении ситуации на валютном рынке, быть реалистом в отношении ситуации в российской экономике. Нужно все-таки понимать то, что цены на нефть способны показать еще более глубокую коррекцию, нежели мы наблюдали в начале 2017 года. Поэтому прогноз, друзья, у нас прежний. Давайте ждать котировки пары доллар-рубль выше 58.50. Евро против американцев. В целом можно охватить рынок форекс вчерашнего дня как низкими объемами, низкой ликвидностью торгов США в Дыхании, День Колумба. По этой причине, конечно же, большая часть агрессивных трейдеров, ну, если уж не больше, какая-то точно отсутствовала. Стоит также отметить, что начало недели обычно не характеризуется интересными отчетами, на которые стоят ставку и какими можно торговать. Поэтому все те инструменты, на которые мы традиционно обращаем внимание, диапазон хода, ну, до 20-25 пунктов. Единственное исключение, пожалуй, британец, но там был фонд, связанный с выступлением премьер-министра Тереза Мэнни. Об этом сейчас скажу пару слов. Евро против доллара. Все-таки с европейской валюты получила локальную поддержку. Почему? Потому что срок реализации факта про возглашение независимости в Каталонии поехал. Мы ждали этот понедельник. Сейчас считается то, что это решение об этом может быть принято, собственно, а сегодня. Что касается статистики. Право производства Германии. Очень хороший отчет. 4,7 со прошлого 4,2. Это максимальный уровень, максимальный прирост за последние 6 лет. На настроение трейдеров, безусловно, локально, как косочно, хорошие данные по ведущему локомотиву ЕС повлияли. Но эти настроения не имеют ничего общего с долгосрочными взглядами, которые опираются на политику и экономику. По экономике, друзья, не буду повторяться. Мы сделаем, опять же, акцент на важность экономических стимулов только после того, как об этом. Снова в этот четверг поговорит Дрэг, а мы лишь повторим его слова. Но не забывайте, почему политика в мягком, опять же, исполнении важна сейчас для Европейского Союза. Что касается политики, здесь, конечно же, фокус внимания на Каталонию. Очень, возможно, масштабный резонанс будет иметь факт провозглашения независимости. Но с результатом общественного опроса уже все ясно. Мы помним, в какие штыки были восприняты факты этого референдума. Итоги этого референдума их признали неконституционными. Соответственно, сейчас правительство Испании будет делать все возможное, чтобы погасить на корню саму возможность идею провозглашения независимости. Но каким образом это будет делаться? Каких-либо, скажем, несиловых, мощных инструментов воздействия нет. Поэтому все эти локальные беспорядки, которые могут произойти, они, к сожалению, будут связаны с применением силовых методов воздействия, как это было урегулирование конфликта в момент голосования, по сути, в позапрошлое воскресенье. Если это случится, то насилие на территории данного европейского региона может стать причиной, конечно же, мощного давления на евро. Соответственно, текущие котировки 1.1765 – это отправная точка, прежде чем мы окажемся на отметке 1.16. Я думаю, то, что резонанс будет существенно негативный. И если вы сейчас предприняли все-таки решительность и настроились на покупки евро, то, друзья, имейте в виду, что у нас не на повестке каких-то ближайших недель, а буквально текущей торговой сессии есть серьезный политический риск. И если вы торгуете в моменте, тогда будьте бдительны к тому, что на рынке происходит, потому что при неблагоприятном сценарии нужно будет быстренько закрыть ваш рискованный спикрутивный лонг и все-таки сделать ставку на предсказуемый, оправданный и легко обоснованный фундамент, который создает условия для коррекции. Моя ставка прежняя. Евро продаем и думаю, что будем это смело делать до уровня 1.16. Доллар японская иена. Здесь все движения, конечно же, завязаны на, прошу прощения, на американцы. Но поскольку день был довольно спокойный с точки зрения релизов и день был отпускным выходным для американских трейдеров, мы не видели серьезных движений. Как я уже отметил в начале брифинга, пара по-прежнему зажата рядом с тем ценовым коридором, с которым она действует и работает уже на протяжении последних 2-3 недель. Сейчас рост американца сдерживается тем фактом, что не растут доходности американских облигаций. Десятки по-прежнему держатся ниже отметки 2.4. Я думаю, что только уход их свыше уровня 2.5 вернет довольно мощных покупателей в отношении доллара. При этом мы должны обращать внимание сейчас на две составляющие фундамента. Это как позитивные моменты, так и негативные. Негативные моменты, как вы знаете, связаны с спросом на защитные инструменты по причине ухудшения настроения и отношений между США и Северной Кореей. В частности, глава Пентагона буквально день назад на встрече такой от силовой, различных ведомств призвал готовиться к военному разрешению конфликта со Северной Кореей. Ну, будем надеяться, что до этого дело не дойдет. Это, безусловно, негативный момент. И если мы в ближайшее время не увидим серьезный трейсинг на доллар, я думаю, что не нужно даже будет копаться в новостных фотках. Нужно будет признать тот факт, что давление на доллар оказывает нежелание трейдеров иметь с ним ничего общего, потому что есть активы более доходные. И активы, в которых лучше, скажем, пересиживать все вот эту неопределенность. Это золото, франк и, соответственно, японская валюта. Но в то же время, если доллар будет расти, есть на чем, я это уже говорил, пытаться не буду, не забывайте также о том, что буквально в конце прошлой недели палата представителей одобрила пакет расходов бюджета на 2018 год. Это еще одна важная веха в реализации налоговой реформы трапп. Поэтому я, будучи оптимистом, рассчитываю на то, что трейдеры смирятся с тем фактом, что доллар должен стоить дороже, потому что тому способствует именно внутриэкономическая конъюнтура. Поэтому мой расклад, друзья, остается прежний. Я вижу парк доллара и иена в ближайшее время, в ближайшие перспективы, выше уровня 115 иен против доллара. Американский фондовый рынок остается на исторических максимумах, потому что сейчас предвкушает фактически уже стартовавший сезон квартальных отчетов. Ожидания хорошие, потому что, ну, с одной стороны, компании, в принципе, последние кварталы демонстрируют очень хорошие результаты. Сейчас трейдеры верят, что налоговая реформа позволит увеличить доходы корпоративного сектора. В этом квартале ожидается прирост больше, чем на 5%. Если ожидания оправдаются, конечно же, американский фондовый рынок через рост капитализации может показать еще не один, скажем, перехай своих уровней. Но вы помните, что я делал акцент на факт серьезной перекупленности этого рынка, поэтому, будучи консервативным трейдером, я не готов поступиться наличием серьезных рисков перед возможностью рассчитывать и надеяться на хороший сезон отчетов, чтобы покупать американских фондовый рынок. Поэтому я рекомендую присматриваться к продажам и считаю то, что в текущий уровень уже до этого вполне комфортно и интересно. Фонд против доллара. Как я отмечал, сделаю сейчас чуть больше акцент, потому что те, кто торгует британцем, сейчас находятся в замешательстве, что же с ним делаете раньше. А еще на прошлой неделе я предложил вам лично определиться на свой страх и риск, какой фундамент более приемлем. Это фундамент, связанный с подготовкой к отыгрыванию политических рисков и неизбежного негатива фундаментального, связанного с процессом Brexit. И другой момент, это сценарий, который предполагает покупки британца, потому что Банк Англии сейчас будет пытаться покончить с ростом инфляции, который является чрезмерной. Делать это можно только двумя способами, либо постоянно закидывая на рынок слухи, разговоры, обсуждение возможности повышения процентной ставки, либо обещая то, что эти изменения в ужесточении монетарной политики произойдут, подогревать просто через вербальный комментарий интереса к фунту, потому что дорогая валюта – это единственное, что может остановить индекс потребительских цен и сам факт роста инфляции. За последний день у нас прирост, сейчас котировки 1.3158, то есть около 60 пунктов мы с времени нашего вчерашнего брифинга по этой валютной паре сделали, пока отрабатывается этот сценарий. Считается то, что вчера трейдеры фиксировали результаты коротких позиций перед выступлением ТРЗМ, это вполне нормальное объяснение. Я хотел услышать что-то интересное от премьер-министра, к сожалению, все ровным счетом, то, что было отмечено ранее, и я делаю акцент на, как и раньше, отсутствие прогресса по процедуре Brexit, и напоминаю вам то, что сейчас в отношении фунта назревают риски, связанные с серьезными перестановками в верхушке, в элите политической англии, и речь может пойти о осмении лидера на паску премьер-министра. То есть, может быть, и ТРЗМ не сохранит и не держит за собой данные полномочия. Ну, конечно же, вероятность каких-либо уж более-менее вероятных, прошу прощения за татологию, изменений сейчас не так высока. Все-таки этот риск присутствует, и нужно с большим уважением к нему относиться. Поэтому, как и раньше, друзья, фундамент общий в целом указывает на то, что фунт можно продавать, это и экономика, и политика, но альтернативный сценарий – это расчет на то, что Банк Англии продолжит, опять же, обозначать высокие шансы на предстоящие повышения процентных ставок. Это, конечно же, покупки для абритации. Я даже на текущем этапе не могу поставить себе конкретные ориентиры, потому до которых таких уровней пара фунт-доллар может добраться. Не буду сейчас забивать вам голову, поскольку сам еще не вижу этих самых рубежей. Поэтому, друзья, если вам нужна поддержка вашей идеи, я, к сожалению, вам сейчас ее оказать не смогу. Вы, как и раньше, примите для себя позицию либо покупателей, либо продавцов. Основания есть как для первого сценария, так и для второго. Но лично я в том сейчас не торгую. Доллар канадец 1.2525. Тоже мы прилипли к уровню 1.25. Никаких изменений. Эта поддержка сейчас тоже довольно мощная. Так же, как и в паре доллар-японская и евро. Поэтому я допускаю то, что для данного дуэта активов более важным является поведение американца. А поведение американца у нас основано либо на вере трейдеров о повышении процентных ставок и реализацию налоговой реформы, это покупка доллара, либо все-таки опасения и беспокойство, которые присутствуют среди покупателей доллара в отношении того, что ситуация, связанная с Северной Кореей, может дойти даже до силового разрешения, применения, собственно, каких-то силовых методов и мир. Я в данном случае, в отличие от моего мнения касательно пары пункт-доллар, здесь определился. Я покупаю доллар и рекомендую вам тоже присматриваться к длинным позициям. Из важных отчетов сегодня в 11.30 статистика по промышленному производству Англии, учитывая то, что на прошлой неделе мы с вами получили сигнал слабости промо-сектора по активности в этом секторе английской экономики, конечно же, промо-производство должно просесть, к ней работают связки эти отчеты. Поэтому при выходе плохого отчета давление на фонд может усилиться. И в 23.30 у нас традиционный для второго дня отчет по запасам нефти в американском институте нефти. Завтра мы о нем поговорим, посмотрим, какие цифры, и готовы ли сейчас трейдеры больше сфокусироваться на локальные релизы по запасам, или же они все-таки будут ждать доклад ОПЕК, то есть завтра, и, соответственно, статистику и прогнозы по росту спроса потребления и добычи от международного инвестического агентства. Поэтому, друзья, завтра в 9.30 мы с вами снова увидимся. Не пропускайте, пожалуйста, дрифинги. Это точно поможет вам быть в курсе всех основных событий, новостей и вообще всего, что сейчас правит фундаментом не только на рынке Форекс. Мы обращаем внимание еще и на крипту, и на фондовую секцию, и я стараюсь также генерировать динамику и долгового рынка, именно поведение американских облигаций. С событиями ясно осталось только пожелать вам удачной, не только сегодняшней такой сессии, но и всей неделе. Давайте оставаться максимально обдительными, не забывать про правила риск менеджмента, контролировать загрузку депозита и давайте все-таки быть готовыми к любому распаду, который происходит на финансовых рынках. Еще раз хорошей вам и удачной торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.